Всем привет! Добро пожаловать на канал на кухне у цыганочки. Сегодня мы с вами будем готовить шашлык. Шашлык у меня будет из свинины. Вернее мы сегодня замаринуем, а завтра будем жарить шашлык. У меня здесь полтора килограмма свиной шеи. Этот рецепт рассчитан на полтора килограмма. Ну рассчитывайте примерно вот эти специи. Лук где-то будет на полтора-два килограмма мяса. Мясо желательно брать не замороженное, чтобы мясо было свежее. Мясо я промыла под холодной проточной водой. И сейчас будем нарезать. Мясо будем нарезать, допустим, 5 сантиметров на 5 сантиметров. Не слишком крупные, чтобы куски были, но и не слишком мелкие. Если вы сделаете слишком мелкие кусочки, то мясо у вас высохнет, будет сухое. Так что нарезаем где-то примерно, чтобы кусочки у нас были 5 сантиметров на 5. Старайтесь нарезать мясо, чтобы было немножечко и сала, и мясо. Не так, что, допустим, в одном месте только получается одно сало, в другом месте только одно мясо. Все, мясо порезали на вот такие вот кусочки. Старайтесь, чтобы кусочки было и мясо, и сало. Так будет, конечно, намного вкуснее. Я сейчас мясо это все отправляю в кастрюлю. Не советую мариновать в пластмассовой посуде, таре. Лучше взять эмалированную кастрюльку или там чашку. В общем, что есть. Все, отправила мясо в кастрюлю. Мясо нарезали. Теперь нарежем лук. Лук у меня две большие головки лука. Это полкилограмма. Нарезать можно кольцами или полукольцами. Разницы тут принципиальной нету. Я нарежу полукольцами. Единственное, не советую лук нарезать мелко. Потому что лук весь прилипнет. С мясу вы не сможете весь лук убрать. С мяса и лук начнет у вас сгореть. Лук порезала полукольцами. Отправляю это все к мясу. Лук добавили к мясу. Теперь у нас очередь приправ. У меня по чайной ложке зира, кориандр, кинза, базилик. Полторы чайные ложечки паприки. Можно брать полторы-две чайные ложки паприки. И острый перец чили. Одна треть чайной ложки. Если вы любите поострее, тогда добавьте чуть-чуть больше перца. Если не любите острое, можно вообще чили-перец не добавлять. Смешиваем все приправы. Все, отправляем это все к мясу. Также добавляю сюда 3 столовые ложки майонеза. Добавлю лимонного сока, примерно 1 столовую ложку. Добавляю полстакана холодной воды. Где-то 100 миллилитров. Полстакана можно чуть-чуть поменьше. Все добавили, будем перемешивать. Для начала нам нужно лук. Немножечко вот так вот весь пожать, чтобы он дал сок. Пустил сок. Хорошенько все смешиваем, чтобы мясо было все в приправах. Такой рецепт примерно на полтора. У меня вот здесь полтора килограмма мяса. На два тоже пойдет. Так, все смешали. Сейчас добавим соль. Я добавляю столовую ложку соли. Ну а вы уже смотрите на свой вкус. Кто-то любит больше соли, кто-то меньше. Снова перемешиваем. Все, шашлык замариновали. Все у нас готово. Мясо тщательно перемешали. Старайтесь на дне много лука не оставлять. А выложить его более-менее наверх лук. Чтоб там сильно много на дне не осталось у вас лука. Мясо хорошенечко вот так вот немножечко прижимаем. Накрываю тарелкой. Хорошо прижимаю. И сверху поставлю груз. Вот такую вот баночку с водой. Шашлык замариновали. Сейчас я его уберу в холодильник. До завтра. Завтра будем жарить. Перед жаркой где-то часа за три, за два, перед тем как жарить шашлык, я мясо из холодильника достану. Пусть стоит уже при комнатной температуре. Сейчас убираем мясо в холодильник. Ставьте мясо в холодильник аккуратно. И вытаскивайте, не пролейте воду, если вы также ставите груз с водой, как я. А то у меня такое было. Пролилась вода в мясо, потому что скользко, баночка шевелится, так что не пролейте воду. В кастрюлю. Ну все, убираем мясо в холодильник. До завтра. Мясо в маринаде в холодильнике простояло сутки. Оно готово у меня к жарке. Я за два часа до жарки достала его из холодильника, убрала гнет. Сейчас нам нужно перемешать мясо и будем нанизывать на шампура. Перемешиваем мясо еще раз. Когда сейчас будем нанизывать на шампура, будем лук с мяса убирать, чтобы при жарке у нас лук не горел. Все, мангал у нас почти готов. Нанизываем мясо на шампура. Лук убираю. Стараюсь лук убрать с мяса. Где сколько возможно убираем. Шампура с мясом я подготовила. Из этого количества мяса у меня получилось 5 шампуров. На каждом шампуре у меня по 5 кусочков мяса, на одном получилось 6 кусочков. В общем, из 1,5 килограмма мяса у нас получается 5 шампуров. Мясо готово. Мангал тоже готов. Так что сейчас отправляемся жарить. Шашлык я сама никогда не жарю, потому что жарить мясо на мангале это мужское дело, поэтому жарить будет мой муж. Отправляем мясо на мангал. Шашлык готов. Снимаем с огня и идем пробовать. Шашлык готов. Можно подавать к столу. Я шашлык посыпала маринованным лучком. Так у нас мясо будет еще вкуснее. Кому не трудно, поделитесь моим видео в соцсетях. Буду очень благодарна. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И до новых встреч на Кухне у Цыганочки. Пока!